Уважаемый Николай Викторович, обращаюсь к вам с просьбой. Дело в том, что уборка улиц в городе Рязани оставляет желать лучшего. Такая негативная ситуация сохраняется как в центре, так и на окраинах города. В продолжении письма Рязанец перечислил улицы, уборкой которых он остался недоволен. В том числе улица Праволыбецкая, Соборная, Почтовая, Гагарина, Первомайский проспект и другие. Кроме того, житель города обратил большое внимание на проблемы с уборкой придомовых территорий и выразил мнение о том, что развитие туризма в Рязани, о котором идет столько разговоров, невозможно с такими дорогами и тротуарами. На прогулки туристы попросту могут несколько раз упасть на льду. Наша съемочная группа решила проверить, действительно ли тротуары и пешеходные улицы в Рязани являются непроходимыми. Мы решили узнать, за сколько времени можно пройти путь от памятника Ленина до Рязанского цирка. Включили секундомер и вперед хорошим темпом. Нужно было пройти 800 метров. Центральная часть улицы Почтовой оказалась убрана, но по ее краям продолжает находиться лед. Уйдя на параллельную улицу, через ближайшую арку мы столкнулись с большим количеством наледи. Вот такой вот тротуар ледяной, прямо за областной думой находится. Пройдя пешком до арбитражного суда, можно периодически испытывать неудобства от льда под ногами. Однако в основном дорога сухая. Настоящие приключения могут начаться в тот момент, когда человек окажется на новой красивой прогулочной аллее около цирка. До этого места мы дошли за 7 минут. Около цирка начинается самое интересное. Казалось бы, облагороженная территория, однако ходить здесь совершенно невозможно. Здесь везде лед, с какой стороны не подойдет. По ходу движения мы пообщались с горожанами, при этом для чистоты эксперимента останавливали свой секундомер на это время. Спросили их мнение насчет уборки пешеходных зон и тротуаров. Мы приехали встретиться с подругой, вот еле-еле дошли. Во-первых, там лестница одна перекрыта, вторая открыта. Там тоже очень скользко, по лестнице даже опасно идти. Там вот очень прям упадешь и все, не встанешь. И вот еле дошли, идем по краю, очень скользко. Прям невозможно ходить, правда. Мы увидели вот эту красоту издалека и как бы хотели посмотреть. Ну вот встретились и стоим, говорим, да, очень опасно ходить, правда. Так, а в других районах, на других улицах, как вы в этом году оцениваете, в сравнении с прошлым годом, ситуацию на тротуарах, на дорогах? Я ничего лучше никаких не вижу вообще. Вот я вот по сумме, поселок Ворошиловск, ну казалось, напротив Варса. Ну там суду, конечно, нас тут дорогу должны делать, потому что там вообще не пройдешь. Вообще не пройдешь никак. И во дворе тоже. Я не знаю, за что мы, конечно, платим содержание жилья, ни дворников, ни никого нет. Я вот так вот, у нас во дворе вот тоже, ну что такие колдобины? Не пройдешь. А то же остановка не близко. Эта женщина призналась, что добиралась по этой дороге до Министерства образования и молодежной политики. Другой путь по улице Новослободской она не выбрала, потому что, по ее мнению, он не лучше. Со стороны Леволыбецкой ситуация такая же напряженная. Спуск с ледяной горки вниз к цирку может оказаться не лучшей перспективой. Так что мы продолжали идти прямо по аллее. Последние метры у фонтана оказались также ледяными. Итак, мы пришли. Останавливаю. 12 минут 46 секунд. Получается, что площадь перед цирком расстоянием 260 метров мы пересекли за 5 минут. Из нехитрых вычислений приходим к выводу, что ледяную территорию мы прошли со скоростью черепахи. От таких ледяных поверхностей страдают не только взрослые рязанцы. Дорога, фу, какая гадость. А песочек, м-м-м, как пылесенько. А ты сегодня падала на улице? Да. И как ты упала? Я скользила, скользила, скользила. И скользила. И заплакала. И заплакала? Да. Больно было? Да. Это видео было снято сразу после того, как 4-летний ребенок погулял на улице в центре города. Видео с девочкой 12 февраля появилось в интернете. Мнение детей и взрослых людей остается единым. Управлять автомобилем на второстепенных улицах, таких как Скоморошинская, Щедриная и на многих других, очень сложно. Ходить просто невозможно. Все горожане ждут действий от властей. И у многих уже давно назрел вопрос. Когда начнут принимать меры? Или наступит долгожданная весна? Анна Герцовская, Роман Вихров, телекомпания «Город».